друзья всем привет сегодня в этом видео я расскажу про сказку красная шапочка так как совсем скоро 4 июня я проведу тренинг инициации по этой сказке то сегодня я сделаю архетипический разбор я расскажу о главных смыслах это сказки и кодах шифрах кому и чем она может быть полезна если у вас возникнут какие-либо вопросы пожалуйста задавайте я на них отвечу или письменно или запишу аудио своем телеграме или запишу отдельное видео и сам этот разбор он уже терапевтичен потому вы можете приготовить блокнот и ручки вы можете приготовить и листы и карандаши для рисования и те картинки те слайды сюжета которые у вас будут появляться при прослушивании этого видео вы можете сразу отрисовывать тем самым еще глубже пойти свои ощущения свой внутренний мир итак давайте тогда начнем сама сказка это матрица эта матрица успешного сценария это определенная модель поведения это опыт это навык это умение и работая со сказкой мы имеем возможность встраивать вот этот успешный сценарий свой внутренний мир и тем самым мы расширяем свое сознание мы у приумножаем варианты развития событий мы приумножаем свой опыт и наше восприятие себя наше восприятие других этого мира каких-то ситуаций становится намного шире как это выглядит в реальности в реальности это выглядит как успешное разрешение каких-то ситуаций как решение тех задач которые давно не получались как успешная жизнь как удачная жизнь когда вместо наступания на одни и те же грабли вы делаете это или с первого раза или путем уменьшения этих попыток путем уменьшения повторов знаете бывают ситуации когда людям даже нужно несколько жизней чтобы прийти к чему-то вот сказка позволяет это ускорить причем дело это не избегая какого-то опыта а прожить этот опыт через проживание сюжета в самой сказке и эти эмоции и это восприятие себя которое мешало или мешает она исцеляется и вместе с этим идет исцеление и души идет и рост осознанности и рост зрелости самой личности самого я при этом это здесь не растет мы не качаем как качают многие аффирмации марафоны эго человека мы делаем это очень экологично делаем это квантово тем самым расширяя сознание и наоборот подсвечивая проявляя свое истинное я они эго если вам интересно еще более подробно как работают сказки как работают инициации то я рекомендую вам послушать видео где я об этом рассказываю ссылку я приложу в описании под этим видео договорились а сегодня красной шапочки красная шапочка я думаю всем вам известна эта сказка известная на вам из вашего детства и вы знаете о этой сказке есть несколько авторов ну а самые основные это братья грим и шар перо версия братьев грим не нравится больше потому что изучая информацию о сказках изучая различные архетипы я понимаю что братья грим их стилем их образ написания сказок делает сказки целебными у шар перо это больше про мораль как надо и не надо убрать их грим при этом есть ключики которые позволяют отстроить как раз то с помощью чего и происходит то как надо как должно быть как ну то есть тот ресурс который позволяет выйти из замкнутого круга стиль написания сказок братья грим позволяет этот ресурс взять я в своем рассказе буду объединять самые разные версии возможно не расскажу о тех версиях которые знаете вы если что вы тоже пишите потому что это и расширяет меня и возможно ну я как-то это прокомментирую и добавлю хорошо чтобы у нас с вами был диалог а не монолог у меня вот такая книга сказок братьев грим здесь много сказок их огромное количество я рекомендую вам читать сказки и себе вне зависимости сколько вам лет и своим детям потому что это матрица это успешные сценарии когда мы этот сценарий сценарий встраиваем внутрь себя проживая сюжеты сказки работая со сказкой то мы встраиваем и много много вариантов мы приумножаем свои ресурсы и когда на какую-то ситуацию нас было два варианта такое бывает поверьте и тогда человек ходит по замкнутому кругу он уходит в лабиринте своей жизни и тогда он имеет эффект повторного сценария когда одно и то же одни и те же люди один и тот же исход событий вот сказка позволяет выйти из этого замкнутого лабиринта из этого замкнутого сценария потому что она расширяет наше сознание и встраивает туда очень много разных моделей и мы тогда зависимости того что нам нужно можем этим пользоваться как будто вот мы заходим в кладовую спускаемся в подземное царство сокровищ и можем брать исходя своего запроса то что нам нужно сейчас и встраивать свою настоящую жизнь достигает чего-то намного быстрее чем если бы это происходило путем проживания личного опыта и вместо 20 раз наступания на одни и те же грабли человек это делает если и не с первой попытки но путем с помощью заметного сокращения этих попыток и тогда что могло бы уйти даже несколько лет десятилетия может быть даже жизни человек может прийти за несколько лет а даже и за несколько месяцев если говорить о красной шапочке красная шапочка когда я говорю какие у вас возникают ассоциации но как правило эта девочка которая в красной шапочке как правило может быть это волк может быть бабушка может быть съеденная красная шапочка может быть съеденная бабушка что у вас прежде чем я начну рассказывать, подумайте, почувствуйте, какие у вас ассоциации возникают с этой сказкой. Что вы думаете о поведении красной шапочки? Что вы думаете о поведении волка, вообще о самом сюжете? Это уже несет очень много информации о вашем мышлении, о вашем сознании, о вашем внутреннем мире и о ваших определенных моделях поведения. Кто для вас красная шапочка? Какая она? Видите ли вы сходство с собой или нет? Кто такой Бог? Напоминает ли он вам каких-то людей в вашей жизни или нет? И вообще, как реагирует ваше тело на все эти вопросы, когда я задаю чувствуется ли что-то в теле? Вспоминаете ли вы что-то? Кому будет интересна обратная связь? Пишите, что происходит. Поделитесь с этими ответами. Я прокомментирую это. Сама сказка позволяет нам найти широкие открытые двери, казалось бы, в глухой стене. Эти двери ведут нас к своей новой реальности и ведут к нас к расширению своего сознания, к расширению своей реальности. И все это способствует исцелению души и росту осознанности и зрелости. Именно зрелость позволяет нам чувствовать себя счастливыми в этой жизни, потому что мы чувствуем свою силу. Через ощущение присвоения этой силы мы можем успешно жить, решать самые различные задачи, которые возникают в нашей жизни. Немного о братьях Гримм. Братья Гримм – это Вильгельм и Яков, это братья Погодки, это сыновья успешного юриста, которые жили в 19 веке. И это немецкие ученые и филологи. Это Германия, это 19 век, это эпоха наполеоновского нашествия. Это то время, когда народу требовалось что-то, что могло бы их объединить, сплотить то, что могло бы послужить истоком их силы, источником их ресурсов. И тогда братья Гримма обратились к сказкам. Они начали собирать различные мифы, фольклор, легенды, сказки, обрабатывать их и включать свой сборник, свои сборники. Начали это делать они примерно в 1807 году. И было напечатано издание в 1812 году. Сказки, читали братья Гримм, это бессмертная история, это вечность, это некий иррациональный мир человека, мир, который полон чудес, мир, в котором есть та сила духа, которая позволяет человеку жить в любых ситуациях. Это некое вечное, то, что актуально всегда. Вне зависимости от времени, эпохи, вне зависимости от тенденций. Наверняка вам известны сказки братьев Гримм. Наиболее популярны это Белоснежка, Золушка, это Красная Шапочка, Спящая Красавица, конечно же, знаменитая Рапунзе. Также еще огромное-огромное количество этих сказок. Это все братья Гримм. В сказках братьев Гримм видно главное. Это не вывести что-то страшное, пугающее для читателя, а показать, оживить ту возвышающую духовную силу, ту вечную оживительную силу сказки, мифа и легенды. Ту силу, которую человек может взять и использовать в своей жизни. Том же эти вечные сокровища сказки «Красная шапочка». Давайте разбираться. Итак, я начну с того, кому может быть полезна эта сказка. Несмотря на то, что тема отношений между мужчиной и женщиной стара как мир, тайна счастливых отношений, тот самый сакральный союз мужчины и женщины, он еще не раскрыт. И вместо истинной любви многие девушки, оказываясь в несерьезных отношениях или в одиночестве, или с нелюбимыми мужчинами, или с недостойными мужчинами, и ходят, и ходят по замкнутому кругу. Почему красивая девушка может быть одинокой? Почему хорошая девушка выбирает все время плохих парней? Почему эту прекрасную девушку не видно в мире достойных мужчин? Какие могут быть причины? Давайте разбираться, потому что ответы на это есть и в этой сказке «Красная шапочка». Через исцеление мужской и женской части личности с помощью этой сказки мы можем с вами поработать с такими огромными пластами. Во-первых, это самоценность, это женственность, это женская красота и сексуальность. Во-вторых, это умение взаимодействовать с достойными, сильными мужчинами и как следствие иметь счастливые отношения. И третье, это реализация и проявленность себя в этом мире. Это реализация своих идей, это успешная реализация в социуме. Давайте начнем с того, что влияет на развитие женственности и на ощущение себя красивой. Почему одна девушка чувствует себя красивой, а другая не ощущает? Хотя внешне она прекрасна. Влияет ли внешность на это? Какая-то связь есть, конечно же, но красота раскувается через внутренний мир человека. Почему в настоящее время популярна косметология, популярны различные медицинские, пластические операции? Почему популярна различная индустрия, которая позволяет как-то изменять, совершенствовать свою внешность? Потому что все, в основном девушки, женщины, находятся в поисках своей красоты. Они по-всякому пытаются включить красоту в себе. Потому что думают, что это является таким неким ключиком к решению каких-то задач. Потому что через эту красоту они имеют иллюзию. Они думают, что они смогут повлиять как-то на свои внутренние ощущения. У нас в университете был такой прекрасный, интересный предмет – психология внешнего облика. Этот предмет был посвящен внешности человека, успешности человека, как внешность влияет на успех, на реализацию человека, красота, влияет она или нет. И там проводятся очень крупные исследования на разные-разные направления. И вот одни из исследований были направлены на то, чтобы опросить женщин, девушек, которые когда-либо прибегали к пластическим операциям. И там было несколько вопросов в анкетах. Это были вопросы, с какой целью, что вас побудило, получили ли вы, что вы хотели. И женщины, девушки, когда отвечали на эти вопросы, то какие есть закономерности можно вывести из этих исследований. Во-первых, как правило, целью изменить себя, целью, импульсом, мотивом пойти на ту или иную процедуру, манипуляцию или операцию является желание изменить свою жизнь. Как правило, есть некая проблема, которая не решается в жизни женщины или девушки. И девушка прибегает в наименее, в наименьшем таком случае это смена гардероба, смена прически, как правило, это смена цвета волос, длины волос. Если брать максимум, то это изменение в какой-то своей внешности, какой-то детали, какой-то своей части. Это, конечно же, пластическая операция или увеличение губ, например, или как процедура косметологическая, или пластическая операция, которая, например, связана с увеличением груди, с ринопластикой, то есть изменением формы носа. И что говорили люди? Они говорили о том, что как раз-таки они шли на операцию, потому что думали, что это решит ту или иную задачу. Как правило, эта задача связана с отношениями, с партнерами, с отношением другим полом. Например, если у девушки не получаются, у женщины, у девушки отношения, она думает, что во мне что-то не так. Она думает, что вот если я сейчас изменю, то тогда уж точно получится. И идет. Но что говорят после операции? Конечно же, девушки видят, женщины видят, ощущают изменения в своей внешности. Они отмечают о том, что как они начинают себя по-новому вести, меняется у них образ жизни, стиль, одежда, например. Они себя более комфортно, уверенно чувствуют. Но та задача, тот импульс, та проблема, с которой они шли, он остается нерешенным. И исследования еще раз показывают, что если операция пластическая или какое-то вмешательство, процедура, различная манипуляция со своим внешним видом и имеет какое-то значение и оказывает влияние, то только в совокупности, с работой, со своим внутренним миром. Тогда, изменяя внутри, изменяя внешне, это и может привести к изменениям реальности. Но меняя только внешность, это ни к чему не приводит. Это такая ложная иллюзия, ложный посыл. Потому что девушка ощущает через свою внешность как некий контакт со своей женской природой. Но как раз таки, меняя что-то в своей внешности, не работая с этим, у девушки этот контакт слабый. Контакт со своей женской природой, чтобы еще больше раскрыть женственность. Поэтому многие однобоко принимают женственность, сексуальность. Многие считают, что женственность – это только сексуальность, поэтому идут увеличивать губы, например, или груди, или как-то по-другому одеваться, ища вот ту энергию, которая позволит им чувствовать себя другими. Но женственность – это намного глубже. Что влияет на развитие женственности? Здесь есть несколько моментов. Я расскажу о главных моментах, которые влияют на развитие женственности. Вы наверняка замечали, что вот это чувство, вот эта энергия женская, она вообще может быть разной, никак не связана с внешностью девушки. Девушка может быть более красивой, но менее женственной. Девушка может быть якобы менее красивой, но больше женственной. То есть в ней есть какая-то такая нотка, которая притягательна для других. Вообще я считаю, что красота присуща всем. Все мы, особенно девушки и женщины, уже рождаются красивыми. Но какие-то моменты в прошлом, в детстве зажимают эту красоту. Зажимают, не дают ей расти. А эта красота проявляется через работу со своим внутренним миром, через исцеление своей души. Быть собой – это уже красиво. Итак, что же влияет на женственность, на ее развитие? Первое – это отношение мамы, девочки, к самой девочке. Что говорила мама о внешности девочки, о самой девочке, насколько она подмечала ее красоту, насколько она отмечала это своим вниманием. Мама могла говорить комплименты, она могла отмечать, «Посмотри, какие у тебя красивые волосы! Ой, у тебя такой красивый носик, а у тебя такие глаза, и ты у меня вообще такая красотка!» Тем самым раз за разом идет подсвечивание этого. Вместе с этим вниманием направляется энергия раз за разом. И это у девочки словно цветок начинает раскрываться вот в виде этой красоты, женской энергии, обаяния, этого чувства, кокетства, детства, игривости, такой девчачьей, женской энергии. Или мама может ничего не говорить. Просто она не умеет этого делать, и она никак не комментирует девочку. Или наоборот, мама может быть обесценивающей, критикующей. И, как правило, такие мамы, они свою неполноценность, вот у них о себе мнение, что они какие-то не такие, недостаточно хороши. И, конечно, в первую очередь, они это проецируют на своих девочек, на своих дочек. Это может вызывать у мамы какую-то агрессию, и чувство стыда. Она может поправлять все время девочку. Хватит там смотреть, глазеть в зеркало, хватит все время двигать попой перед зеркалом, все время зависать перед зеркалом, например, или «Да зачем платье?», «Да зачем тебе длинные волосы?» Тем самым она вот эту женственность не выпускает в девочке, а наоборот подавляет, зажимает. Это может быть и критика, что может у девочки, наоборот, вызывать чувство стыда, что-то оделась, как проститутка, например, или что-то опять такая-то, такая-то. И у девочки со временем возникает чувство стыда, что быть такой, но мне нельзя. Девочка не получает просто на это разрешение. Разрешение быть вообще женщиной. Это связано и с первой менструацией, это связано и с тем, что мама говорила девочке о мужчинах, что она говорила о мужском мире, каким опытом она делилась или не делилась. Второй важный момент, который влияет на развитие женственности, это само поведение мамы по отношению к самой себе. Как мама ухаживает за собой, как мама относится к себе, комментирует себя, как она выглядит, свои действия, как она вообще выбирает себе одежду, внешний вид, как она ведет себя со своим мужем, папой, девочке, например, в обществе и так далее. Тогда девочка это все считывает подсознательно, потому что пример мамы для нее самый лучший пример. Это уже является определенной моделью женственности. Камама это выражает в своем поведении и словами. И третий, основной такой момент, это отношение папы к девочке. Насколько папа подсвечивает как мужчина, это первый мужчина для девочки, подсвечивает ее красоту. Отмечает ли он это или нет? Насколько папа является надежным для девочки? На основе вот этого контакта, во-первых, также формируется женственность, потому что папа, это уже человек другого пола, это первый мужчина для девочки. И его комплименты, его внимание, это уже совершенно другая грань, которая также является оттачиванием вот этой красоты женственности. Каждый раз, говоря, подчеркивая, направляю, какая ты у меня красивая, самая красивая девочка на земле. Папа это тоже взращивает в девочке, вот эту женственность, как цветочек. Или, если это отсутствует, то не взращивает. И этому цветочку приходится пробиваться, как через асфальт. Тогда, когда в жизни девушки появляются мужчины, то любой комплимент в ее адресу уже служит для нее поводом любить, якобы любить этого мужчину и считать его, ну все, это любовь всей моей жизни. Как еще влияет папа? Вот формированием чувства защищенности. Когда девочка знает, у меня сильный папа, он меня в обиду не даст, тогда на подсознательном уровне происходит ощущение безопасности. И женственность всегда раскрывается тогда, когда есть чувство защищенности. Когда есть защита, сила, поддержка, тогда женственность находится в безопасности, и ей позволяют место быть, ей разрешают быть. И тогда красиво быть не страшно. Если же этой защиты нет, тогда может быть так, что женственность никак не проявляется, то есть красота прячется, это может выглядеть как не та одежда, не та прическа, не тот стиль, например, какая-то стеснительность, скромность, зажатость. Или наоборот, перегиб другую сторону. Когда красота на внешнем плане проявлена, но девочка ее не осознает, тогда ей вот этой ее высотой пользуются другие люди. Мужчина, конечно, ее телом. Это может быть какие-то несерьезные отношения. Это отношения ради секса, ради денег, ради какой-то другой выгоды. Эта женщина, эта девушка является очень вкусной приманкой для вот таких мужчин, слабоснителей, потребителей, которые вот и ищут то, что закроет их потребность. Когда девушка как бы все время может попадать в какие-то несерьезные отношения, или тогда, когда ее обманывают, отвергают, ее пользуются, или такой самый запущенный может быть вариант, конечно же, это агрессор, абьюзер, это насилие, и это продажа своего тела, например, различная проституция. Это тоже про это. Когда красота есть, но защиты нет, и она выливается в проституцию тогда, в продаже своего тела. Если же то, что я перечисляла в этих трех пунктах, этого не хватило, или этого было недостаточно, не в полной мере, то тогда и формируется незрелая женственность, детское, инфантильное сознание. И женщина, находясь вот в этом детском состоянии, в инфантильном сознании, она как будто находится в розовых очках, и она принимает ложь за правду, обман за правду. Она видит любовь там, где ее нет, например. Она подается манипуляциям, или она чувствует себя жертвой, и многое-многое другое. Она верит волку, а не себе. Она предпочитает обманываться, чтобы не видеть правду. Она принимает недостойное поведение за хорошее поведение. Она очень легко подается различным манипуляциям, и чувствует себя виноватой, и пытается на основе этого еще сделать чего-то больше, 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 чтобы завоевать внимание мужчины. Отношения с мужчинами она строит из детского сознания. Это наличие обид, капризы. Это различное перетаскивание внимания на себя и потребность в этом внимании. Когда оно есть, девочка чувствует себя счастливой, девушка. Когда его нет, девушка страдает и постоянно бегает. То есть она залипает на мужчине, она попадает в зависимые отношения. Как средство девушка не видит реальность такой, какая она есть. Из-за этой инфантильности она находится как в розовых очках, и тогда обман воспринимается за правду. Тогда недостойного мужчину воспринимается за достойного и видит любовь там, где ее нет. Видит любовь в каких-то обычных словах мужчины, в каких-то поступках, которые не имеют смысла. Плюс она подается на различные манипуляции и она подается на различные обманы. А это приводит к тому, что девушку отвергают, ей изменяют, ее обманывают или как-то унижают. Ее не выбирают, например. Или ее всячески унижают, отвергают. При этом унижая, отвергая, ее обвиняют. Тем самым девочка еще в этой ситуации, чувствуя себя отвергнутой, она чувствует еще и вину, что она что-то сделала не так. Отсюда страдания, позиция жертвы и бесконечное залипание, еще больше потребность построить отношения именно с этим мужчиной. и в принципе с мужчинами. К следствию отсюда, из этого детского сознания, могут быть и страхи. Во-первых, это недоверие к мужчинам, к сильным мужчинам, потому что сильным мужчинам девушка боится потерять свою свободу. Она боится потерять себя в отношениях с этими мужчинами, сильными, достойными мужчинами. И отсюда у нее вместо доверия растет страхи. Чем больше страхов, тем больше недоверия. Чем больше недоверия, тем больше страхов. И сейчас попробуйте ответить на несколько вопросов. «Насколько вы доверяете мужчинам?» Та цифра, которая приходит первой, от нуля до десяти, та и будет верной. «Насколько вы доверяете мужчинам?» Если будет возможно, то поделитесь в комментариях. И второй вопрос. «Как часто вас обманывали мужчины?» «Обманывали ли они вас?» И здесь ответьте слово. «Да, часто, иногда, часто, никогда. Происходило ли такое с вами?» Потому что красная шапочка, вот этот путь красной шапочки, он помогает потом распознавать истину и ложь, правду и ложь. Вырабатывается вот этот навык распознавания и видения. Это достойно мужчина или нет? Его слова соответствуют поступкам или нет? Подходит ли он мне или нет? Достоин он или нет? И всякие вот эти крючки, за которые ранее девушка хваталась, цеплялась, они исчезают. И вот этот мир до этого скрытый, мир достойных мужчин, который был за забором, он становится явным. И девушку видят, и девушка видит достойных мужчин. Тогда и происходит тот самый коннект. Кому подходит этот тренинг? Здесь могут быть разные ситуации. Во-первых, ваш импульс и желание пойти сюда, потому что здесь идет исцеление и мужской, и женской части. Далее по сюжетам я расскажу, где именно. А именно, зрелая мужская и женская части образует сакральный союз внутри нас, мужчины и женщины, и образует этот союз потом в реальности. Сказка влияет на развитую женственность, на зрелую женственность. Она эту зрелую женственность открывает, раскрывает. Сказка раскрывает, открывает женственность, самоценность, достоинство. Она открывает мир достойных мужчин. Если вы одиноки, или если вы попадаете все время в зависимые отношения, или вы страдаете в отношениях, или с тем партнером, с которым у вас сейчас отношения, а они никак не развиваются, или вы находитесь в таком процессе непонимания, или конфликтуете, то прохождение этой сказки может эти моменты исцелить. Если вас часто обманывают, и не только мужчины, например, а окружающий мир, или у вас есть импульс, у вас есть запрос на проявленность, может быть, это карьера, может быть, любимое дело. Здесь красная шапочка, как осознанная проявленность себя, стать видимой в этом мире. А это влияет на успех в любом деле. Это состояние жертвы. Когда какие бы отношения у вас не были, вы потом чувствуете себя жертвой, вы чувствуете, что есть тот хищник, который на вас нападает, унижает, отвергает, бросает, или еще что-то, а вы как будто ни на что не можете повлиять, или от вас как будто ничего не зависит. Ну и многое другое, это в этой сказке, в сказке «Красная шапочка», в ее пути, есть коды, чтобы разрешить вот эти все ситуации, чтобы исцелить вот эту инфантильность, и незрелую женственность, и раскрыть женственность, сделать ее осознанной. Когда женщина осознает свою красоту, осознает свою женскую энергию, это совсем другое и само восприятие себя, и поведение в реальной жизни. Уровень развития, раскрытия своей женственности, своей красоты, это следствие контакта со своей женской природой. Насколько этот контакт установлен, насколько этот контакт развит, насколько идет принятие, или наоборот, отрицание своей женской природы, настолько и проявлена женская красота, настолько и ощущается эта красота, настолько и женщина, девушка чувствует себя красивой, нежной, ласковой, привлекательной. На проявленность женской красоты, на раскрытие женственности влияет благословление мамы, насколько мама разрешала быть красивой, насколько есть благословление и от мамы, и от всего женского рода. Если нет благословления мамы и женского рода на красоту, на женственность, тогда внешность, она становится искусственной. И хоть что-то там делай на внешнем плане, она будет искусственной, как будто вот она не наполнена, не напитана этой мягкой, легкой женской энергии. Поэтому работа во внутреннем мире это ключевое, что может раскрыть женственность. Давайте теперь по порядку разберем сюжеты и символы этой сказки. Итак, сказка начинается так, что мама, в разных версиях бывает бабушка, я беру версию мама, шила для девочки, шила для дочери своей красную шапочку. То есть создала ослабление на красоту, на женственность, на счастливые отношения, на отношения с мужчиной, в виде этой красной шапочки. Этот сюжет олицетворяет созревание девочки. Когда приходит первая менструация, когда девочка превращается в девушку, когда девочка превращается в красавицу, и ее очарование становится заметным. Красная шапочка. Вспомните такое выражение краснодевица. Как красивая девушка, как заметная девушка, добрая, нежная, ласковая, которая отличается добрыми чертами. Так и красная шапочка. Это растущая женская, это растущая женственность. Вот в этом сюжете, когда мама давит своей дочери красную шапочку, идет благословение девочки на счастье, на женскую красоту. И это благословение передает мама и от себя, и от всего женского рода, являясь представителем женского рода. Что такое благословение? Разрешение быть женственной. Это разрешение быть женщиной. Это разрешение на контакт с мужчинами, на контакт с мужским миром. Вспомните выражение краснодевица. Это красивая девушка, которая отличается нежными, ласковыми чертами, добрыми качествами. Красная, красивая. Красная шапочка – это символ расцветающей женственности. Красный цвет – это разрешение быть видимой в мире мужчин. А шапочка – это осознание своей красоты, своей привлекательности. Шапочка надевается на голову. Самым означает осознанная красота, осознанная женственность. Что такое осознанное? Это чувствование себя таковой, и это умение ценить это и защищать это. Это знать, кого упускать в свой мир, а кого нет. Поэтому красная шапочка – это про осознанную красоту, это про осознанную женственность, это про собственную ценность, умение пользоваться своей красотой. Это умение взаимодействия с мужчинами, это умение взаимодействовать от своей женственности и при этом сохранять при себе свою ценность. Благословение – это разрешение. Разрешение быть красивой, женственной, привлекательной. Чем меньше разрешения, тем больше запретов. Запретов от женщин рода, от женского рода. Чем больше запретов от женского рода, тем меньше достойных мужчин выбирает женщина, тем меньше достойных мужчин вообще в её окружении. И что такое вообще запреты и откуда они берутся? Запреты – это следствие, например, общения с мамой. Когда мама стыдит девочку, например, что-то оделась, разоделась, как проститутка. Или, ой, все мужики козлы, как и твой отец. Или, зачем вообще выходить замуж? Там нечего делать. Что ты, борщи не варила? Вот живи для себя и живи. Вот это и тому подобное являются запретами. Девочка понимает, что нельзя быть красивой, что нельзя быть в мире достойных мужчин, потому что иначе можно построить счастливые отношения с ними. А этого не разрешали. Разрешение – это когда мама всячески любуется, восхищается девочкой, её внешностью, красотой. Она подчеркивает, покупая ей, например, платьица, украшения, делая ей различные прически, говоря ей об этом, какая ты у меня красивая, какие у тебя волосики, глазки и так далее. То есть сама мама верит в красоту девочки. А чтобы верить в красоту девочки и видеть эту красоту, мама сама должна чувствовать себя красивой. Часто бывает так, что мама, не ощущая себя красивой, а чувствуя, наоборот, себя какой-то недостаточно хорошей, привлекательной. Она проецирует это состояние, это чувство на девочку. И тогда подчеркивает. Вот и в кого это у тебя такие глаза? И в кого это у тебя такие ресницы? А волосы-то вообще жидкие. Как же не повезло? На самом деле при этом девочка может иметь прекрасные ресницы, прекрасные волосы и прекрасную внешность. Но мама из-за своего искаженного восприятия этого не видит. И не видя этого, она не уделяет этому внимания. И наоборот, разрешая, она видит эту красоту, она любуется, она восхищается девочкой. И при этом демонстрирует свою красоту. И демонстрирует уважение к мужчинам. В первую очередь, к своему мужу, отцу девочки. Сколько есть уважение, насколько есть такое почтение мужчин, настолько у девочки есть разрешение на будущее счастливое отношение с этими мужчинами. То есть мама может говорить, что в мире много достойных мужчин, ты обязательно встретишь своего. Посмотри на папу, вот он такой, молодец, а вот он то, а он столько зарабатывает, и столько делает, например. Или наоборот. И зачем я вышла за него замуж? И какой он козёл? И вообще, и то не умеет делать, и лентяй, или ещё что-то. И тем самым ставит прочерки, запрещает, запрещает, запрещает. Когда она дарит девочке, своей дочери красную шапочку, она тем самым говорит, осознавай свою красоту, знай, ты красивая, но соображай, что ты хороша, и тебе нужно защищать свою красоту, своё достоинство. тем самым не становись добычей хищника, не становись добычей вот этой хищнической природы, которая строена в мужскую природу. Кто такой волк? Давайте его разберём. Почему хищник, например, а не кто-то другой? Помните, что символы, архетипы, они имеют несколько смыслов, и один и тот же архетип может быть проявлен в положительном смысле, а может быть проявлен в негативном смысле. То же самое и с волком. Например, волк – это в общем олицетворение мужской природы, это олицетворение отцовской энергии. Если волк в положительном ключе, в положительном полюсе, то с одной стороны это может быть отцовская безусловная любовь, отцовская защита, забота, внимание. И наоборот, если волк в негативном полюсе, нересурсный, то тогда волк – это хищник. Хищник, который может поглотить, хищник, который может потребить, использовать, соблазнить. Если же волк в положительном полюсе, то эта энергия хищника, эта агрессия используется, чувствуется как здоровая агрессия, может быть направлена на какие-то свои дела, на свои задачи, амбиции, стремления. В противном случае она наоборот становится как для девушки капканом, в которые девушка попадает в виде отношений с мужчинами. Поэтому волк – это символ хищной природы, которая есть в любом мужчине. Но у всех она по-разному проявлена, и в первую очередь зависит от того, какой этот волк внутри девушки. При этом волк может быть сильным мужчиной, а сильный мужчина может вызывать страх, быть проклоченной, страх быть слитой, незаметной в отношениях с этим мужчиной, страх потерять свободу. И вот волк как хищник, который потребляет, соблазняет, как это в реальности? Это когда ненадёжный мужчина, это когда роль, вторая роль в отношениях – это любовница, или это та, которая изменяет, или это та роль, когда обманывают, это жертва, это недостойные мужчины, слабые мужчины, это мужчина, которым быть выгодно. Это может быть, например, Альфонс, это может быть мужчина, который использует для своей выгоды, это нарциссы различные, это женатые мужчины, это эмоционально холодные мужчины, это потребители и абьюзеры. С такими мужчинами небезопасно. Как правило, эти мужчины могут только брать, но не давать. При этом мужчина, обладая такой природой, может быть очень обаятельным и с чувством юмора, и использует это для того, чтобы заманить девушку в свою ловушку. Если же отцовской любви, чувства защищенности у девушки достаточно, то волк – это такой сильный, достойный мужчина, то это мужчина, который видит достоинство девушки. Тогда волк – это как чувство самодостаточности, это чувство достоинства, это уверенность в партнёре, это сильный, надёжный партнёр, это умение быть достойным мужчиной. И тогда волк – это про счастье, верность и достоинство. Сильная женственность при контакте с сильной мужественностью – это всегда много любви, счастья, романтики и разных самых программ благополучия. Если же отцовской любви было недостаточно, то в окружении такой девушки будут волки-хищники, волки-соблазнители и потребители, для которых девушка будет как вкусная, привлекательная пища, чтобы закрыть все свои потребности. И вот девочка, получая подарок от мамы, красную шапочку, сливается с этим, потому что вместе с этим она получает и имя – красная шапочка. То есть она встраивает эту способность, что нужно защищать свою красоту, привлекательность, свою женскую энергию, ценную энергию. И мама отправляет девочку к бабушке. Кто такая бабушка? Бабушка – это… Ну, мы смотрим, что она женского рода, да, и ей много-много лет. Это женский род, это женская мудрость. При этом мы видим, что бабушка болеет, что ее нужно накормить, навестить. То есть этой женской мудрости нужна подпитка, нужен ресурс в виде тех самых пирожков с маслом или со сметаной, которые несет красная шапочка. Потому что, имея мудрость, тогда можно видеть различные манипуляции со стороны мужчин, тогда можно защищать свою красоту, осознавать и не находить себе приключения. Эта девушка более тщательно относится к выбору партнера. Она не спешит в отношениях или она не развешивает ушки, когда ее похвалили или когда отметили, какая она прекрасная и так далее. Потому что она более разумная, она более осознанная и не подается только влиянию своих, например, гормонов, каким-то инстинктивным своим желаниям. И здесь хочу обратить внимание на такой момент. Мама девочке говорит красной шапочке, что смотри, в лесу есть волки, есть волк, но ты с ним не разговаривай. Она не говорит, ты убегай от него, прячься, скрывайся. Она говорит, не разговаривай. Не разговаривай, это означает, не разбрасывай энергию зря, не растекайся, не разливайся, не разливайся, чтобы не оказаться в уязвимой позиции, чтобы не залипнуть и не раствориться. Вот это не разговаривай. Очень часто, кстати, когда зависимые отношения или девушка попадает в стратегию таких отношений с хищником, когда ей пользуется, то мужчина о девушке знает намного больше, чем девушка о мужчине. Он владеет больше информацией, чем она о нем. Вот то же самое прослеживается и в отношении красной шапочки и в общении с волком. Она рассказывает все, что она несет, куда она идет, к бабушке, где бабушка живет. И волк это уже начинает использовать как стратегию, чтобы завладеть красной шапочкой. В этом, когда мы эмоционально много говорим, мы как девушки, женщины не способны полностью видеть партнера своего. Мы не способны видеть его настоящие потребности, его настоящее чувство. И, как правило, девушка может вообще рисовать другой образ партнера, не видя того настоящего, кем он является. И строить отношения с какой-то идеальной, идеализированной картинкой, образом своего мужчины. И через эти слова мамы идет вековая мудрость. Будь в настоящем моменте, будь в себе, не расплескивайся просто так, не раздавай свою энергию зря. Когда энергия будет растрачена зря, там, где не нужно, тогда девушка, женщина будет обесточена. И тогда из этого состояния она еще больше залипает на мужчине. Это происходит дальше. Она отправляется в лес. Лес — это бессознательное. И лес, в котором водятся волки, как разрешение идти в мир в отношение в свою жизнь. Разрешение идти и проявляться. И красная шапочка отправляется в лес. Она становится заметной для мира мужчин. И начинается здесь тот самый переход во взрослое осознание, в зрелую женственность. Но девочка при этом еще наивна, инфантильна. Ей все видится в розовых очках и все видится хорошим. Поэтому она встречает волка и открыто с ним разговаривает и все о себе ему рассказывает. В итоге она получает от волка ложную, искаженную информацию. То есть он ее отправляет другой дорогой. Он ее сбивает с прямого пути. И она идет более длинная дорога. Тем самым у волка появляется время, чтобы приготовиться к встрече к ней, с ней съев бабушку. съев мудрость. Если нет мудрости, тогда можно полностью проколотить красную шапочку, девушку, женщину. Победив вот эту рациональную часть, разумную часть, бабушку, как мудрость, волк встречает красную шапочку, он переоделся в бабушку и начинает с ней флиртовать, соблазнять, ведет себя как мачо, как такой мужчина-потребитель. При этом красная шапочка продолжает не видеть правда, не видеть истины. Она задает ему разные вопросы, а почему у тебя такие глаза большие, а почему у тебя такие большие уши, и почему у тебя такие большие зубы, чтобы тебя съесть. И волк ее проглатывает. Когда волк проглатывает красную шапочку, то красная шапочка оказывается в утробе отцовской безусловной любви. Когда недостаточно зрелости, когда женственность незрелая, означает, что не хватает безусловной любви отца, означает, что не хватает защищенности. И вот чтобы это добрать, она погружается в отцовскую утробу и сидит там столько, сколько ей нужно. чтобы напитаться сполна этой отцовской любовью, этой отцовской защитой, вниманием, заботой. И красная шапочка находится в утробе отцовской столько, сколько нужно, сколько нужно этой любви, чувства защищенности. Волк, сев красную шапочку, возвращает в детство, которое наполнено отцовской безусловной любовью. Что происходит дальше? Насидевшись там сполна, в жизнь начинают приходить зрелые мужчины. Кто? Это был в сказке «Дровосеки». Дровосеки в некоторых версиях лесорубы, в некоторых версиях это охотники. Это символ мужской зрелости, это символ достойных, сильных, надежных мужчин, защищающих мужчин. И приходят травосеки, как это было в сказке, в разных версиях тоже по-разному. Где-то, что травосек услышал, что как-то бабушка странно храпит, и решил проверить, все ли с ней в порядке. И зашел, увидел волка. То есть, заметьте, мужское осознание способно видеть вот этот мужской обман. кто-то вспомнит, кто-то нет. Примеры своей жизни. Например, когда делают ремонт. Есть разница, когда этот ремонт заказывает девушка, и со строителями, с работниками общается девушка, и есть разница, когда с ними общается мужчина. Это и разные сроки выполнения, и разная цена даже, и разное качество. Потому что мужчина, вот эту мужскую природу из своего сознания видит и раскалывает, как грецкие орехи, когда там ложь вместо правды. То же самое охотник. Он увидел, что здесь не бабушка, а волк. И что делают охотники, травосеки? Они очень осознанно проявляют свою агрессию, спасая бабушку и красную шапочку. Они не убивают волка. Заметьте, они не стреляют в него, они не уничтожают его. А что они делают? Они разрезают ему брюхо. И в этот момент ещё один символ, символ перерождения, нового рождения, переход тот самый из девочки в девушку вот здесь и происходит. Раскрытие осознанной женственности, зрелой женственности здесь и происходит, потому что появляется красная шапочка и появляется бабушка. Дальше происходит следующее. Что происходит? А то, что волка в его брюхо запихивают в некоторых версиях камни, как символ мужской родовой энергии, божественной энергии, мужской родовой, или по некоторым версиям дрова, как символ женской божественной родовой природы, чтобы вот этого волка, вот этого волка потребителя, соблазнителя, хищника подпитать и исцелить. И он потом умирает, то есть перерождаясь в достойного сильного мужчину, происходит здесь перерождение вот этого волка хищника. Восейки, охотники, лесорубы это достойный и сильный мужчина. когда мужчина сильно достойный, то его энергия в первую очередь направлена на защиту женского, на защиту женственности, что здесь и происходит, когда они спасают красную шапочку и бабушку. Поэтому любящий, достойный мужчина это следствие зрелой женской энергии, это следствие зрелой, раскрытой женственности. Когда раскрывается женственность, девушка, женщина получает доступ к миру достойных мужчин и доступ к миру различных благ. На этом наш разбор подошел к концу. Если резюмировать, чем может быть полезна эта сказка, я скажу следующее. Эта сказка помогает быть любимой, единственной, желанной, выбранной. Она помогает раскрыть свою женскую силу, свою красоту, свои таланты. Она позволяет жить из своей природы. Из женской природы, а значит быть собой, а значит еще больше быть проявленной этому миру. Если этого в вашей жизни нет, я приглашаю вас в эту сказку. Также сказка помогает исцелять инфантильность, детское сознание, незрелую женственность, исцелять страхи в сторону мужчин, исцелять недоверие. Она позволяет научиться доверять мужскому миру, научиться доверять сильному мужскому миру, достойным, сильным мужчинам. Когда есть доверие вместо страха, тогда и есть эти мужчины в окружении. Сказка позволяет раскрыть свою ценность, свою красоту, ощутить свое достоинство, не просто умом, а именно через тело, ощутить именно, раскрыть через чувствование в теле, потому что мы делаем с вами проигрывание через инициацию, а это позволяет обходить защиту ума и идти туда через эмоции, через разные телесные реакции. Дочка помогает не терять себя, не терять себя в отношениях, не терять себя в общении с мужчиной, не сливаться с ним, а сохранять свою устойчивость, сохранять себя в отношениях. В детстве, когда это есть, то все это само собой исключает зависимые отношения, исключает позицию жертвы и различные страдания, которые за этим следуют. Благодарю вас, что вы дослушали до конца. Если вы хотите на тренинг, пишите, пожалуйста, мне об этом. Если у вас есть вопросы, тоже пишите. Я буду благодарна за вашу обратную связь. Всем всего доброго, хорошего, и пусть ваша женская сила всегда будет в контакте с вами. Удачи!